Коптильня горячего копчения Ханхи. Минимум действий, максимум вкуса. Копченые деликатесы вашего производства по первому желанию. Привет друзья, вы на канале Русская Дымка. Смотрите, какое богатство лежит у меня сегодня на столе. У меня на столе, у меня в руках вот такие вот забавные, интересные и очень многообещающие пакетики с тинктурами для приготовления различных напитков. Они производятся отлично зарекомендовавшей себя фабрикой Алтайский Винокур и продаются в пакетиках с брендом Русская Дымка. Чего-то только у меня нет. Бехеровка, Ерофеич, коньяк-палатгальский, виски, перцовка, анисовая настойка, абсент, джин. В общем, очень много всего интересного и вкусного. И это у меня тут еще далеко не все лежит. Большинство настоек из подобного рода тинктур делаются достаточно простым и очевидным способом. Взять спирт, засыпать содержимое пакетика с тинктурой, дать настояться две недели, отфильтровать и употребить по назначению. Это мы с вами уже делали, это мы с вами проходили, поэтому я решил сделать более интересные рецепты, которые также делаются из тинктур. Сегодня у меня на повестке дня абсент. К чести тинктур данной марки хочу сказать, что каждая из них снабжена наклейкой, где перечислено все ее содержимое, а также написан понятный рецепт, как ее приготовить. Вот у меня в руках сейчас абсент и я читаю рецепт. Содержимое большой упаковки залить спиртом или самогоном двойной перегонки крепостью 70, объемом 1 литр. Подходящая 70 градусная сортировка у меня уже готова. Настоять 15 дней, периодически встряхивая. Добавить 1,8 литра воды, перегнать вместе с травами для получения 800 мл дистиллята. Полученный дистиллят добавить травы из маленького пакетика. Настоять и отфильтровать. Довести до 70 градусов или разбавить на свое усмотрение. Дать отдохнуть 7-14 дней. Вот этот рецепт я хочу сегодня сделать. Посмотрим, какой у нас получится самодельный домашний абсент. Судя по описанию, когда я вскрою внешнюю упаковку, меня там будет ждать два пакетика. Большой и малый. И в данный момент нас интересует пакет большой. Ну что ж, будем следовать инструкции. Попробуем для начала пакетик вскрыть. А вскрывается он, судя по всему, просто открыванием, отрыванием верхней части упаковки. А где-то там внутри, среди засыпи, находится маленький пакетик со второй порцией трав. Да, отлично, все у меня открылось. Даже ничего не просыпалось. Сейчас я достану и уберу маленький пакетик с травами, пока не придет его время. Вот они. Да, кстати, по составу давайте сразу расскажу. Анис обыкновенный, кориандр, полынь горькая, фенхель, мелиса, солодка и соп, мята. Первую часть мы отправляем в банку. Объем засыпи большой, это мне нравится. И нам требуется по инструкции залить все это богатство одним литром нашей сортировки. У меня мера на 0,5. Соответственно, два вот таких стаканчика. Раз и два. Что ж, теперь как следует. Разболтаем. Закроем. И будем ждать. Будем ждать 15 дней, периодически потряхивая. Что ж, продолжим, когда 15 дней пройдут. Продолжаем процесс творения абсента домашнего. Прошло 10 дней. И сейчас моя задача, вместе с травами, перегнать полученный настой. Шикарный запах. Так, а еще мне нужно добавить сюда же 1,8 литра воды. Займемся. 1,8 литра. Закрываю бак. Собираю аппарат. Вот так вот я собрал аппарат ВИН-3. Перегон в режиме подстил, в режиме простого самогонного аппарата. В рецепте производитель указывает, что нужно отобрать ровно 800 миллилитров дистиллята. Этим и займемся. Сделаем все немудрство и лукаво, так как завещает производитель. Разгоняемся и отбираем. Мощность я буду использовать не очень большую. Ну вот 1 на 4. Я думаю, мне хватит мощности для того, чтобы не спеша отобрать 800 миллилитров. Ну вот, пошел процесс. Аромат волшебный. Хорошие у меня ощущения по поводу перспектив этого напитка. Ну что ж, не будем опережать события. Дождемся, пока отберутся 800 миллилитров и продолжим. Ну что ж, довольно быстро у меня все необходимое перегналось. Первые 400 миллилитров здесь. И вот вторые 400 миллилитров. Итого требуемые 800 миллилитров для приготовления нашего домашнего абсента. Смотрим, что делать дальше. Полученный дистиллят добавляем травы из оставшегося пакетика. 3 дня настаиваем и фильтруем. Кстати, вот что мне интересно. Интересна итоговая крепость того, что здесь у меня получилось. Давайте измерим. Мне потребуется реометр АСП. Мерная колбочка. Давайте посмотрим, какая крепость в итоге получилась при перегонке по рекомендации производителя. Получилось то, что нужно. Ровно 70. Что ж, 70 это хорошо, потому что при 70 и экстракция из травки будет максимально эффективная. И пицца, готовый абсент должен именно при такой итоговой крепости. Но там есть разные способы употребления. Я думаю, мы их попробуем. Что ж, настаиваем это 3 дня и фильтруем. Наступило время, друзья, закончить приготовление нашего абсента. Для этого его нужно отфильтровать. Этим сейчас и займемся. Так, ну а чтобы... Насыщенный, насыщенный запах. Ну а чтобы отжать травки получше, возьму дуршлаг. Не так уж его много, нашего будущего абсента. Поэтому хочется получить по максимуму. Вот таким вот образом. Немножко отожму траву. И на этом успокоишь. Фильтруется легко. Каких-то особо мелкодисперсных составляющих в смеси нету. Так что отфильтровалось легко и быстро. Красивый цвет. Ну что ж, сейчас этому надо дать немного отдохнуть. А потом продегустировать по всем правилам употребления абсента. Ну вот пришел момент провести импровизированную дегустацию абсента. У меня, к сожалению, нет правильных барных принадлежностей. Поэтому постараюсь обойтись тем, что есть. А есть у меня, собственно, наш абсент. Есть у меня водичка. И еще у меня есть кусочек сахара. Который поможет нам подсластить жизнь. Это один из трех классических способов потребления абсента. Самый старый, французский. Без всяких поджиганий, без жженого сахара, без вдыхания паров. Просто разбавление подслащенной водой. Ну что ж, я думаю, примерно так. При разбавлении он может слегка утратить прозрачность. За счет появления кристаллизации или, как это правильнее сказать, эфиров. Вот такой вот цвет у меня получается. А запах... А запах... Но запах гораздо сильнее, чем в концентрированном виде. Сильнее, богаче, ярче. Много трав, аниса. Чем-то напоминает тархун из детства. Да. Ну что ж, пора продегустировать. Ну что ж, друзья. Ваше здоровье. Пришло время пробовать. Горький. Как положено, горький. Безумно ароматный. Не для питья залпом, для неспешного смакования. Мне результат нравится. Ну а что будет, когда его пробуют другие люди, мои друзья, вы скорости увидите на нашем канале. Ну а на этом у меня на сегодня пока все. Вы на канале Русская Дымка. Центе натуральное.